Итак, завершено расследование громкого дела об убийстве бизнесмена из Березино. Случаи резонансны. В сентябре 2016 года среди бела дня на выезде из города застрелили известного в округе предпринимателя Сергея Метельского, а затем сожгли в машине. Сегодня, спустя два с половиной года, следствие назвало имена двух подозреваемых. Сначала они выбивали долг у Метельского, затем один из них и совершил преступление. Хладнокровно, безжалостно, со знанием дела, подтвердили эксперты и описали шаг за шагом всю криминальную историю, распутят которую помогли даже технологии восстановления памяти. Андрей Александров, обо всем по порядку. Ни венков у дороги, ни цветов, ничего такого, что напоминало бы о громком убийстве бизнесмена Метельского на развязке возле города Березино. Лишь проезжающие мимо машины и еле заметные пятна, присохшие к полотну пластмассы. Убийство произошло на выезде из города. Прошло уже несколько лет, а на асфальте до сих пор сохранились расплавленные элементы кузова. Да, именно здесь остановился автомобиль. В этот момент преступник в упор из обреза выстрелил примерно в эту область, в область шеи и головы жертвы. Потом поджег автомобиль, чтобы скрыть следы. Действовал хладнокровно и расчетливо. Не сбежал с места, даже когда рядом остановился сотрудник МЧС, проезжавший мимо. Напротив, он спугнул очевидца выстрелом, сжег все дотла и только потом сбежал. Столь дерзкое убийство, коих не припомнят в Беларуси с тех самых лихих 90-х, повергло в шок всю страну. Кто мог пойти на такое откровенное преступление? Ни следов, ни зацепок. Работал профи. Поиски не раз приводили следователей в тупик. Такое громкое дело, безусловно, вызвало резонанс. Расследование было на контроле главы государства, руководителя МВД и Следственного комитета. Постоянно докладывали о подвижках в деле. Есть ряд значимых, общественно звучавших или прозвучавших, резонансных тем и уголовных дел, которые на контроле у президента. Как мне доложили, там нет таких уголовных дел, как бандитское нападение на человека, бизнесмена, по-моему, то ли под Березину, под Березину. Но это вопрос чести. Я и руководителя МВД предупреждал, и он мне жестоко пообещал раскрыть это уголовное дело. Проверяя бизнес Метельского, силовики дошли до 2011-го и установили, что в тот год расходы мужчины превысили доходы. Покупка недвижимости, крупные суммы в долг, его работа в Беларуси столько денег не приносила. Оказалось, бизнесмен сотрудничает и с российскими фирмами. В сфере недвижимости на след все же вышли. Через полтора месяца после смерти предпринимателя кто-то убивает менеджера, работавшего с теми же фирмами, что и Метельские. После задержания подозреваемых выяснилось, это могут быть одни и те же люди. Появились два фигуранта. Это Синкевич и Светчиков, которые были арестованы, которые обвинялись по убийству Косяка. Нами была проведена не одна оперативная комбинация, тактические ходы, оперативная хитрость, в результате которых в октябре 2018 года Синкевич описал явку с повинной, в которой указал об известных его обстоятельствах по убийству Метельского. Главный фигурант Синкевич валил все на товарища, мол, это Светчиков убил бизнесмена. Спустя время тот тоже сделал признание. Он подвез Синкевича к месту преступления. Фигуранты вымогали 500 тысяч долларов, которые Метельский якобы был им должен. Убивать в планы не входило, но Синкевич вышел за рамки договоренности. Это было больше похоже на правду. Синкевич служил в спецподразделениях, физически развит и умеет обращаться с оружием. Благодаря содействию наших коллег из Российской Федерации была проведена работа с очевидцами, которые видели непосредственно преступника и его действия. Это позволило активизировать их память и составить субъективный портрет, который тоже сыграл важную большую роль в доказывании. Светчиков же был водителем того самого убитого менеджера. Его подозревает в вымогательстве. Синкевичу было предъявлено обвинение в совершении убийства, поджога автомобиля Метельского, вымогательства имущества и незаконном действии с оружием. Светчикову было предъявлено обвинение в вымогательстве. В ходе следствия нами было достоверно установлено, что в уме Светчикова не входило убийство Метельского. 29-летний Ростислав Светчиков и 41-летний Алексей Синкевич сейчас в тюрьме за убийство менеджера Андрея Косяка. Их приговорили к 23 и 24 годам усиленного режима. Однако их ждет еще одно судебное разбирательство. Андрей Александров, Геннадий Чилий, Артем Артеменко. Наши новости ОНТ.